Моя работа в проекте школы кочевников предполагает постоянное обучение, поиск мудрых наставников, которые могли бы подарить мне ценные знания о ремеслах и традиционных занятиях наших предков. Я сейчас в замечательном местечке под названием Жарсу, если вы помните, я здесь уже бывал, правда, зимой на Хостау, помогал чабанам, выхаживал ягнят и пробовал себя в роли пастуха. Но сегодня немного другой случай. Дело в том, что ко мне обратился сам управляющий этим хозяйством с просьбой о помощи, потому что, по его словам, сейчас в разгаре сезон стрижки овец, а на хозяйстве лишних рук не бывает. Конечно, я с гордостью принял это предложение и незнамедлительно отправился на помощь нашим старым добрым знакомым. Здравствуйте! В эфире «Школа кочевников». Меня зовут Дмитрий Голобир. Давайте начинать! Конечно, мне очень приятно, что я вновь пригодился на пастбище. И если мне решили доверить работу настоящего казахского кочевника, значит, в прошлый раз я справился со своей задачей хорошо. Да, ухаживать за ягнятами мне очень понравилось. Было несложно и очень увлекательно. Но теперь я, видимо, должен перейти на более сложный уровень. Мне ведь предстоит попробовать себя в роли парикмахера. Только стричь я буду не людей, а овец. Звучит так, будто второе намного легче первого. Но я-то знаю, на пастбище легкой работы не бывает. Тем более стрижка овец, как и любое другое степное ремесло, имеет свои особенности и сложности. С этими мыслями я и шел вперед, купался в порывах прохладного ветра и любовался природой. И был так увлечен, что совсем не заметил появившегося на горизонте всадника. Это был Ержан, управляющий хозяйством, куда мне и предстоит сегодня попасть. Если вы помните, с Ержаном мы уже знакомы. Однажды он помогал мне постигать азы Кокпара. Саламу алейкум. Как вас зовут? Нормально. Вспомнили меня? Да, вспомнил. Добро пожаловать на наше хозяйство. Спасибо. Меня другой вопрос волнует. Я успеваю? Конечно успеваю. Сейчас в самом разгаре стрижка идет. Отлично. Твоя помощь как раз и нужна. Как раз я вижу, у вас транспорт есть. Все специально тебя встретил, чтобы пешком так не ходил. Отлично. Ну я, кстати, неплохо прогулялся. Здесь природа очень красивая. Идешь и не устаешь. Любуешься, дышишь этим свежим воздухом. Но давайте, чтобы успеть все-таки, воспользуемся. Давайте я сейчас вам. Иди. Да. Хорошо. Накинь ее. Так. Давай, может, под аппарат я возьму? Без проблем? А я рюкзак. Куртка как раз моего размера. Сидит хорошо. А мы будем седлать. Вот и пригодился опыт участия в кокпаре. Я без труда седлал своего коня, и мы с Ержаном отправились прямиком туда, где меня ждали нестриженные овцы и много другой работы. И я на коне. Готов к работе. Все-таки хорошо ехать верхом. И обзор лучше, и ноги после долгой пешей прогулки отдыхают. По дороге Ержан рассказал мне, что на ферме нас уже ждет Серик Ага, опытный чабан, который не один десяток лет занимается разведением овец. И, конечно, он умеет их стричь. В общем, я не сомневался в том, что сегодня мне в очередной раз выпала честь провести целый день в компании мудрого наставника. О, кстати, а вот и Серик Ага. Мы приехали. Дима, познакомься, это наш чабан, старший чабан. Меня зовут Серик. Очень приятно. Серик, а вижу, уже много шерсти вы настригли. Половину отара постригли, но ты вовремя. Ты нам нужен и поможешь, и тебе научим почему, как стригать баран. Ну, Серик, хорошо, что для меня работа есть, поэтому не будем терять время, если работы много. Давайте начнем прямо сейчас. Ну, давайте, давайте, сарай зайдем, к кащару, показывали открытую сарай. Ну, а давай, сынок, я тебе покажу, как надо баран ловить, как надо стригать. Чтобы постричь барана, надо сначала его словить. Хорошо. Это, как я понимаю, у вас приспособление именно для ловли. Как говорится, с корабля на бал. Не прошло и пары минут, как я оказался в гуще событий. В руках у меня длинная деревянная палка, у основания напоминающая перевернутую рогатку. Овцы пугливые животные. При малейшем движении в их сторону, они сразу же бросаются в рассыпную. Так что, прежде чем поймать одну из них, мне пришлось немало побегать по загону. Но удача все же улыбнулась мне. Самое главное, подобраться как можно ближе к барану, затем резким движением забросить аша-таяк и зацепить животное за ногу. Дальше следует перевернуть его на бок и туго связать конечности веревкой. Дальше следует... Как сказал Серик Ага, овца должна лежать на левом боку спиной к стригальщику. Животное следует крепко зафиксировать, иначе оно не даст как следует состричь свои шерстистые локоны. Кстати, о шерсти. Ее перед началом процесса обязательно нужно очистить от сора. Интересные факты о шерсти. Овечья шерсть абсолютно не вызывает аллергию, а владает высокой огнестойкостью. Самые теплые носки шерстяные. Овечья шерсть снижает боли при радикулите, артрите и других болезнях. Благодаря чешуйчатой структуре волокна шерсть долго остается чистой. Овечья шерсть отменно поддерживает теплообмен организма. Честно говоря, я волнуюсь сейчас, потому что животное живое. У меня острые ножницы, я никогда этого не делал. Да, ничего. Мне говорят, что ничего страшного, все легко и просто. Как я понимаю, нужно начинать всегда отсюда, снизу. Да, да, да. Мы берем вот так шерсть и начинаем. Чуть-чуть по кускам. Я боюсь просто, что отрежу кусочек кожи. Да, ничего не страшного, ничего. Вот так, вот. Она, вот рукой. Покажи ему чуть-чуть. Да, на самом деле сложного нет ничего в том, чтобы стричь животное, состригать ему шерсть. Но я просто не могу понять, где, как определяется, где кожа и где шерсть. Парень, вот, стригал, тебе покажет, вот, вот, смотри, аккуратно смотри, вот, смотри, вот, видишь, руку только между ногами внизу сунь, вот, видишь, вот, вот так, вот, она. Сзади начинаешь, вот отсюда сейчас он начнет, вот здесь, вот, потихонечку, вот, медленно, кусками. Для стрижки используют пружинные ножницы. Они должны быть с вытянутыми концами и острыми. Но, по словам Серика Ага, правильно подобранные ножницы не единственный залог успеха. Важно владеть правильной техникой стрижки, чтобы резать под корень, но при этом не состричь лишнего. Что вам сказать? Вообще, состригать шерсть с барана, который связанный, который особо много не двигается и не создает никаких препятствий для этого, нет ничего сложного. Но лично для меня вся сложность заключается в том, что я не могу понять, где начинается корень, то есть, где кожа барана и где начинается рост шерсти. Я срезаю, стараюсь резать, делать это выше, не под корень, потому что, как вы сами видите, нередки случаи, когда животных, ну, ранят вот так слегка. Но в этом нет ничего страшного. На эти случаи есть специальное средство. В случае, если при стрижке вы нечаянно поранили барану, нужно просто взять, обработать эти раны, и все. С ним все будет в порядке. Это средство называется креолин. Для обеззараживания ран, а также как средство против паразитов, креолин используют в виде эмульсии. Как рассказал Серикага, в давние времена, когда таких средств у кочевников не было, они лечили своих овец настоем из полыни и обычной землей. Кстати, затягиваться стрижкой нельзя, иначе овцы попросту начнут терять драгоценную шерсть. Стригут атару обычно один раз в год с наступлением тепла, в начале или середине весны. Однако, не все так просто. Есть, например, породы с грубой или полугрубой шерстью. Таких животных следует стричь два раза в год, весной и осенью. Иначе их шерсть будет сваливаться, то есть становиться еще грубее. А это, в свою очередь, в дальнейшем затруднит и процедуру стрижки, и процесс дальнейшей обработки материала. Впрочем, мне и без того было нелегко управляться с этими ножницами. Да уж, работа не из простых. Вот почему для меня это сложно, стричь это животное, потому что я вот боюсь его поранить. Может быть, я просто такой человек. Вот, я просто не вижу, где начинается рост шерсти. Опять же, нужно тренироваться. Вот парни в день стригут по 50-60 баранов. Вы себе представляете, насколько у них большой опыт, мастерство, насколько сильно развито. Для них это не составляет труда. Одного барана вы можете постричь за 15-20 минут. У меня, я представляю, сколько уйдет нам времени на то, чтобы постричь одно животное. Спустя 10 минут я закончил со стрижкой овцы. Правда, помогли мне в этом опытные стригальщики. Без них я бы потратил куда больше времени. Вот такой из меня помощник. Когда я закончил, Серик Ага показал мне уже постриженных животных, которые вот-вот должны отправиться на водопой. Здесь все уже стрижены, да? Да, стрижены оттуда, вот уже. Сейчас на водопой пускаем. Здесь и девушки, и мальчики? Да. Ярочки и валуха есть. Как? Ярочки. Ярочки – это девочки, валуха – это... А почему, откуда такие слова? Ну, по-казахски, по-другому называется. В шумной отаре овец я увидел двух щенят. Это маленькие тубеты. Милые и беззащитные создания, которые меньше, чем через год, превратятся в псов довольно внушительных размеров, способных дать отпор даже волку. О, ах, откуда здесь щенята? А это щенят казахские тубеты. Здесь потерялись они? Может, их вытащить надо? Нет, не потерялись. Они вместе с баранами ходят. Они с маленьких лет привыкают к этому отару. А-а-а, все, все. Потом будет отару пасти. Угу. Понимаешь? Понятно. Вот он не один. Он, у него напарник есть. Ну, красавец. Он тот, он тот, он второй. Он, видишь, второй. Да, вот его. Его с одного гнезда они. Ага. Они оба с одного гнезда. Вот. Пять, пять, шесть, пять с половиной месяцев. Очень красивые. Да. Очень красивые собаки, очень умные. И так как тубеты – это лучшие помощники чабанов. Да, да, да. Их уже с самого раннего детства держат среди овец. Для того, чтобы они с самого детства понимали вообще, для чего их выращивают. И что они вообще должны делать. Ну, они, значит, с детства, с маленьких лет они здесь привыкнут среди баранов. И уже? Ну, потом они уже вырастают, взрослые бывают, они уже отару знают. Они волков, других зверей не пускают. То есть. Они уже привыкли. Грубо говоря, их адаптируют с самого детства к их будущей работе. Ну, они с детства они уже отарам привыкли. Вот ночью я их, днем он со мной на лошадь, со мной вместе ходит. Ночью я сюда, чтобы закрывать. С детства привыкли. А днем его отпускают. Трудно поверить, что вот эти пока маленькие, милые создания через, ну, полтора года, год будут уже, ну, наверное, вот такого роста. Будут мощными, сильными. Смогут дать отпор даже волку. Да. И с детьми, между прочим, очень хорошо они ладят. Можете видеть сейчас. Можно было еще долго разговаривать с Сериком Ага, играть с маленькими тобетами. Но времени на это не оставалось. Нужно было отправлять овец на водопой. Что мы и сделали. Открыли ворота, и шумное стадо стремительно вырвалось наружу и последовало знакомыми тропами прямо к живительной влаге. В самых давних времен эти животные в жизни наших предков играли важную роль. Ведь древние кочевники не мыслили свой быт без скотоводства. Наряду с верблюдами, лошадьми и крупным рогатым скотом, кочевники повсеместно разводили и овец. Крупных, курдючных. А также более мелких, тонкорунной породы. Овцы питаются подножным кормом и не так сильно прихотливы в уходе. Самое главное на протяжении года обеспечивать их водой и пищей, постоянно меняя места пастбищ в зависимости от времени года. Это универсальные животные, которые дарили нашим предкам не только вкусное и полезное мясо, но еще и теплую, качественную шерсть. С этими мыслями я и вернулся к Серику Ага. Он уже ждал меня, чтобы сделать предложение, от которого я не смогу отказаться. Ну все, Серик Ага, всех овец отправили на водопой. Я проследил, проконтролировал. Ну что, сейчас, пойду, домой пойдем чай попьем. Не откажусь, я бы как раз проголодался. Целый день на природе. Время обеда. Так, весь день работали, в поте лица, теперь можно и пообедать. Чай попьем. Нет ничего лучше целого дня, проведенного на природе, на свежем воздухе, за настоящей работой физической. Но, наверное, еще лучше после такого трудового дня, насыщенного, оказаться за таким богатым дастарханом и побаловать себя вкусными угощениями. Серик Ага, прежде чем мы приступим к еде, у меня к вам есть пару вопросов. Вот насчет шерсти, которую мы сегодня стригли целый день, ее там очень много, что с ней происходит дальше? Ну, это шерсти сейчас нигде не выросло, сейчас их собираем, засортует здесь, и частные кооперативы из государства сдаем. С этого шерсти делают валенки, юрту, вот, который, шабанский юрт, все это, кашми, с этого шерсти делают. Сейчас везде эта шерсть тянется, не выросло, все их собирают, кучу, и машины они собирают сами. А как вы думаете, вот, вы можете примерно оценить объем той шерсти, которая там сейчас вот настрижена? Ну, где-то 800 голов шерсти, если минимум по 2,5 килограмма дать, то это 1500-1600, и там 200-1800, около 2 тонны. Почти 2 тонны шерсти, вы представляете, сколько можно валенок сделать из этой шерсти? Ну, считай, с одной валенкой, ну, килограмм, 7-8, от силы будет, ну, 5-6, ну, считай, сколько валить. Ну, то есть вся шерсть, которую добывают здесь, так сказать, она не пропадает даром, из нее потом создается очень много красивых и полезных изделий, причем как в национальном казахском стиле, так и современные какие-то вещи могут делать. Да, да. Напившись свежего холодного кумыса, отведав сочного кувырдака, мы вновь принялись за работу. Как говорит Серик, ага, каждое дело следует доводить до конца. Мне велено прибраться в загоне, то есть сложить все овечьи шкуры в одном месте, а также собрать остатки шерсти с земли. Ну, вот мое орудие труда, как я понимаю, да? Да, вот. Ну, все, я пошел. Давай. Всегда приятно делать последние штрихи в большой работе, то есть ставить точку в деле, над которым весь день трудилось много людей, в том числе и я. Отличный выдался денек. Сегодня вы еще раз убедились сами в том, что жить и работать на природе, на пастбище, иметь свое хозяйство, заниматься тем, чем занимались наши предки когда-то очень давно, интересно, но не очень легко. Здесь всегда очень много работы, нужны реальные физические силы, выдержка, выносливость, смекалка. И сегодня в моем багаже появились еще и знания о том, как нужно правильно стричь овец. Я думаю, эти знания пригодятся не только мне, но и вам когда-нибудь, потому что все-таки это традиция наших предков. Как видите, у меня впереди еще очень много работы. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске программы «Школа кочевников». Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»